Всем привет! С вами человек, который любит болтать обо всём на свете. Все художники знают, что вот воровать плохо, обводить плохо и выдавать чужие работы за свои тоже плохо. Подделывать чужие арты, видоизменять их тоже плохо. Откуда тогда берутся все эти люди, которые этим почему-то занимаются? Но перед тем, как я расскажу свои истории и мнения на тему, как всегда скажу, что у нас сегодня на спидпейнте. Сегодня у меня скетч моего персонажа, точнее его референс. Он очень долго уже лежал, был записан, и я абсолютно не знала, куда его вставить. Но... Потому что ведь это просто скетч, людям больше нравится смотреть на полноценные работы. Но из-за того, что я никогда скетчи никуда не закидывала, решила попробовать. Так что скажите, что вы думаете? Может быть вам нравится этот мужчина? Ладно, ладно, то шутерей хватит. Ладно, сегодня на самом деле мы собрались здесь не для поиска ответов на эти вопросы, потому что ответ тут один. Да фиг его знает. И так ведь сразу понятно, что этим занимаются дети, потому что взрослый человек не будет так делать. Он знает, что это запрещено законом. Им хочется красиво рисовать, но вот не получается. И что же тогда делать? Конечно же, логично стащить рут. Ведь никто не будет проверять. Так они думают, но на самом деле это уже давно не так. Сейчас все люди, все художники проверяют чужие арты на всякий случай. Так что теперь это уже не так работает, как раньше. Эх, я, честно говоря, тоже занималась этим, когда была ребенком. То есть, лет в 12 это было где-то. Даже вот есть примеры этих шедевров. Кринж, конечно. Надолго мне, кстати, не хватило. Добрые люди из интернета обосрали это дело, дали мне по жопе и все в таком духе. И, если честно, было до слез обидно. Но знаете что? Это помогло. И я сейчас считаю, что они сделали правильно. Серьезно. То есть, одного с поста хейтом хватило, чтобы я начала учиться рисовать самостоятельно. Чтобы я перестала воровать чужие работы и выдавать их за свои. Сейчас вот таких сливают во все соцсети. Люди пишут, что это плохо. Автор, прекрати. Но вот этим детям вообще насрать. Мне, конечно, жаловаться на плохое поколение. Особенно, что по нескольким дебилам, конечно, судить тупо. Но всегда было интересно, почему вообще так получается. Ладно, эти размышления, на самом деле, ни к чему. Вот вам лучше парочка стрёмных примеров из моей жизни. Тори таймы. Я далеко не популярный художник. Конечно, у меня есть аудитория. Спасибо всем, кстати. И привет. Еще раз. Но в рамках интернета я реально ноунейм. Я всегда переживала, что когда-нибудь люди начнут плагиатить меня, обводить, воровать работы и, о боже, самое страшное, воровать моих персонажей. Плагиат стиля сюда же и пусть на него не действует авторское право. Я как автор просто этого не хотела бы. И мне было бы просто обидно, если бы такое было. И вот ютуб начал приносить еще какую-то аудиторию и начался мой личный кошмар. Уже были обводки за эти пару месяцев. Но сегодня без ников и страниц, потому что после моего сообщения авторы все удалили. И мы вроде как решили эту всю ситуацию мирно. Но боже, блин, как неприятно видеть свою работу обведенной. С плохими цветами, какими-то левыми персонажами и прочим. Ребят, не делайте так. Ну, серьезно. Лучше сделать плохо, но самому. Обводки вообще ничему не учат. Вот реально, вообще. Ладно, обводки плохо. Но те авторы хотя бы сделали что-то свое. Пусть и плохо. Пусть своровали и обвели. Но хоть что-то сделали. Потратили там каких-то полчаса своей жизни. Но у меня недавно своровали арт. Люди начали спрашивать у меня, почему я стала ставить ватермарку на свои слои. А, объясняю. Я бы, честно говоря, скрыла слои вообще. Но работа со слоями, по моему мнению, тоже весьма важна. Это помогает понять другим художникам, как ты работаешь с эффектами, например. Как ты расставляешь слои. Да, еще это в целом доказательство того, что это ты прямо сейчас рисуешь. А еще, если я их уберу, спидпейн будет просто пустым. Экран будет обрезан, и мне придется все заполнить какими-то левыми картинками. Зачем оно вам? Так вот, скрин слоев чаще всего еще и выступает с пруфом, что арт твой. Естественно, скрин с ютуба всегда виден, но как минимум из-за качества и по другим причинам. Но кто-то очень умный попытался обмануть систему и взял мой арт, наделал скринов и сделал пост в Мино. Рука лицо просто. Человека спалили бы, конечно, и так, но он вел себя максимально дебильно. Во-первых, пост был в Гачи Мино, что уже странно, ведь я не Гачер, и я абсолютно никогда не заходила туда. Я даже не знаю, что это. Приложение, программа, браузерная игра. Что? Во-вторых, на вопрос админов. О, вы та самая ютуберша? Она начала писать хрень, типа, нет, но как бы да. Ну и ник у нее был другой, конечно. Бесплатный поход в цирк просто. Спасибо. Ну, а еще там был очень плохой скриншот из Гачи. Возможно, даже не ее, а может быть и ее, но... Эх, на будущее, ребят, я почти не сижу в Мино. Я там есть. Там есть мои реальные аккаунты, да. Но на данный момент я практически туда не захожу и не делаю туда посты. Так что, скорее всего, если вы там увидите какой-то свежий пост или свежесозданный аккаунт, это не мой аккаунт. Все мои аккаунты уже старые. Там есть посты за прошлый год, за позапрошлый год. Просто на будущее, если вы когда-то встретите там какой-то аккаунт с моим ником, то вы обязательно чекните количество постов и дату их публикации. В общем, такие вот истории у нас сегодня. Спасибо, что вы слышали. Не занимайтесь такими вещами. Лучше реально учиться самому. К тому же это и интереснее, чем просто обводить чужую работу. Рассказывайте, было ли у вас такое. Не забываем подписываться, ставить лайки, чекать описание. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok